Здравствуйте, дамы и господа! С вами DiceMaster, я приветствую тех, кто смотрит это в записи. Решил поиграть немножечко еще в Dungeon Crawl, вернуться в него, сделать пару забегов, слить пару персонажей. Потому что Dungeon Crawl за то время, как я играл в него, с последнего раза изменился. Играл я в тот раз в версию 23, сейчас уже 25-я близится к релизу. Это вот ежедневная сборка, то есть еще не финальный вариант 25-й версии. Но так или иначе, разработчики говорят, что все изменения, которые они планировали в 25-ю версию, здесь уже вошли. И, соответственно, давайте врываться обратно в подземелье, немножечко побегаем, посливаемся, посмотрим, как тут, что к чему. Говорят, за это время переработали менюшки, создадим, например, нового персонажа. И, видите, сразу же на выборы нам предлагают вот такое вот меню с различными иконками разных рас, а не просто с обычным списком. Круто-сенечко просто, больше графония в моем Dungeon Crawl. Это круто. Unreal QV говорит, ты можешь потестить перса в режиме арены, то есть спринта. Да, всякое можно, но я хочу поиграть немножко за мумию. Есть у меня такой, знаете, какой-то пунктик. Нравится мне мумия, ничего не могу поделать. Мумия, безусловно, сложный персонаж, в первую очередь из-за того, что она очень медленно скиллы качает. Но почему бы первым персонажем не слиться за мумию? И сливаться будем не за мумию какого-нибудь кастера, а за мумию файтера. Потому что хочется немножечко для начала на расслабоне поиграть. С помощью отаба всех поубивать. То есть с автоэксплором и автоатакой. Странное, конечно, сочетание мумии и автоатакой. Как бы они очень плохо сочетаются. Это все обычно заканчивается сливом где-нибудь в районе, там, не знаю, шестого-седьмого уровня. Максимум девятого. Графагист тем временем рекомендует Demon Spawn. Он говорит, при удачных мутациях становится невероятным бой. При этом каждый ран еще более рандомен из-за тех же мутаций. Не, спасибо мне. Спасибо я за файтера. И за файтера с боевым топором. Привыкли руки к топорам? Парам, 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 парам. Так, как его? Existing game. Everright, да. И мы появляемся на какой-то полянке. Что за ужас? Мои неживые глаза. Они просто... Просто кровоточат. И из них валятся куски омертвевшей плоти. От того, что я вижу столько различного живого, всего и цветущего вокруг. Мумия. Плохие аптитуты. Плохой объем ХП. Отрицательный резист к огню. Но не нуждается в еде, в которой редко есть нужда. Да, как бы давайте посмотрим на мумию. Что у нее есть? У нее есть отсутствие необходимости есть и пить. Как бы такой каламбурчик. Ее плоть уязвима к огню. Мы имеем иммун к яду. Это очень хорошо на начале игры. У нас есть резист к холоду, что, в общем-то, не сильно-то важно. А вот уязвимость к огню – это очень серьезная беда. У нас есть иммун к негативной энергии, а также к боли вызванной негативной энергии и к торминту. Это очень хорошо в более поздней стадии игры и, скорее, даже в экстендерд, в расширенной игре после трех рун. Мы можем пережить без дыхания. То есть мы не утонем никогда и не задохнемся. Это круто, но это тоже мелочь, которая не сильно нам поможет, скорее всего. С другой стороны, с хитпоинтами вроде бы все нормально тут, но не факт, что тут просто это не пишется, и это где-то нужно читать на вики. Возможно, да, у мумии есть какие-то минусы по хитпоинтам. Это же дайс, говорит Купидон. Это же каменный супец, это же мумия. Пора брать портавный билет. А, потерейный, лотерейный билет. В общем, с третьего раза прочитал правильно. Бывает такое с чатом у меня. Тем более у меня вокруг чата теперь новомодная рамочка желтая в Windows, которая появилась в последних версиях. И она частично перекрывает желтые буквы. И вообще буквы надо немножко дизайн чата поменять, чтобы рамок добавить вокруг него. Таких прям легеньких хотя бы. Но это надо что-то делать. А дайс к такому не привык. Дайс привык к тому, что сделал что-то раз в несколько лет, и все, и теперь с этим живем. Так, а вот мы видим. Мы видим гоблина с даггером. Ну иди сюда. Тап-тап. Во, забили гоблина. Отдыхаем, восстанавливаем наш хитпоинт, потому что за мумию некуда торопиться. У мумии нет счетчика голода. О, кстати, у нас не просто топор в руках, у нас еще и щит есть. Прекрасно, просто замечательно. Мне это нравится. Все, норм, говорит, снегами. Вошел в темноту, да? Вернулся в свое среду обитания. Так. Перед нами хоб-гоблин. Хоб-гоблины довольно опасные ребята, но это, правда, убирается новоударом. Так что на раз, на раз не приходится. Это что за кобальт такой? Ну вот, в общем, видимо, от первого кобальта и сдохнем. Что поделаешь? Придется, наверное, отойти, немножко отрегенить. Он, правда, тоже за раз регенит. У нас тут есть возможность кружить его вокруг вот этих деревьев. Так что регенимся. Что-то не хочется помирать, знаете ли. Так что нам нужно немножечко и покружить. С учетом того, что мы никуда не торопимся, как я уже сказал. Все норм. Реген у нас, правда, не то чтобы дико быстрый, но потихонечку уйдет. Этот кобальт смотрит на нас, думает, да что ж такое-то? Щас я догоню. О, мерзкое создание разлагающейся труп. Иди сюда, мать твою, гробницу шатал. Как-то так. Видимо. Мы уже приближаемся к полным хитпоинтам. У нас 17 из 18. 18 из 18. Иди сюда. Вот тебе, вот тебе. Есть! Разрубаем кобальта пополам. Убили. Вот что значит играть сейфово. Если бы я играл не сейфово, я пытался бы его бить в рукопашную все дальше на том же месте, где мы его встретили с низкими хитпоинтами. Тут, видите, я чему-то все-таки учусь. Теперь мы будем убирать не на шестом уровне, а на седьмом. Так. Отхилялись. Ммм. Рейшн. Бурхавки. Что-то хавать захотелось, знаете ли. Видимо, после того, как я долго и внимательно изучал все эти чейнджелоги, список изменений. О, на старый уровень. Прекрасно. Так, возьмем ли мы камни? Да, давайте возьмем. И даже, наверное, они автоматически экипировались. Теперь мы, по крайней мере, еще один отличный вопрос. Что мы качаем сейчас? Мы качаем файтинг, топоры, броню и щиты. Я думаю, сойдет. То есть, как бы, в принципе, вот эти начальные навыки наши, которые мы качаем, мы будем качать сейчас. Да, у мумии, к сожалению, очень низкие аптитуды, то есть, уровень получения навыков. Но хотя файтинг более-менее в ноль, средненький. Зато вот, топоры минус два, щиты минус два, броня минус два. Но все это нам в том или ином виде нужно. Вот еще и сети. Сети очень полезная штука. Даже одна сетка. Это хорошая вещь. Так, больше камней. Ага, курар тип датс. Угу, отравленные дросики. Слушайте, а вот это вообще звучит отлично. Так, на нас что найдет? На нас найдет скейл-мейл. Угу. Автокипикап что-то не работает. Давайте дротики возьмем. Вместо того, что у нас камни вот сейчас вот взяты, возьмем, копируем дротики. Их тут у нас два, правда, да? Ну, такое себе. Может быть, и не экипируем. Мм? Слезняка убили. Прекрасно. Привет, Аранакс. Крыска, иди сюда. Что мы видим? Мы видим поушин. Боже, типа теона. Я, знаете, думаю, что надо за мумию читать свитки как можно раньше. Вот сейчас, когда мы закончим обследование первого уровня, мы все эти свитки прочитаем. Просто для того, чтобы заранее знать, если мы эти встретим свитки позже, чтобы у нас уже было знание этих свитков. Поушинов-то у нас нету, а свитки помогут немножечко хоть как-то иметь возможность реагировать на опасные ситуации в экстренном порядке. Они еще подмедленнее обычного получают, говорит некрофагист. Бонусы раскрываются только если дойти до очень поздней игры, но при этом минусы не стоит свеч. Не тебе ликсир выпить, не стать живым. Уник со спилом Дестроен Дед просто уничтожают, а уники с Дестроен Дедом, да. Но теперь по крайней мере Деспел Ан Дед работает только на соседнюю клетку. С другой стороны, мы сейчас за милишника играем, так что соседняя клетка не соседняя, нам не сильно важно. Сейчас пытаюсь достать Орпу в Зод за Демон Спауна. Вроде крутая раса, но так раздражает бессмысленные мутации типа когтей, когда я сражаюсь мечом. Кстати, в чем прикол мумии, кроме отсутствия голода? В Тормент Резисте, в Пойзон Резисте и в Резисте к мутациям, кстати говоря, тоже. Потому что просто вместо мутациям разлагаться начинаем. Потом нужно будет экспоэта восстанавливать. То есть восстановиться после мутации гораздо проще. За мумию, на мой взгляд. То есть, в общем, для ингейма мумия достаточно выглядит хорошим персонажем. Но только для ингейма. Для early game, для mid game, ну так себе. То есть, для прохождения обычного на три руны пройти можно за кого угодно, безусловно. Тут все от навыка в первую очередь зависит. Да, за кого-то будет сложнее, за кого-то легче. За мумию, безусловно, стопроцентно будет сложнее вообще. Но это же интереснее. Это добавляет дополнительный челлендж. Это добавляет необходимость более внимательно играть там, где за какого-нибудь дворфом колебатый тап-тап-табо, табо-табо, и все умирают. Привет, кот Шридингера. Да, я милешник, некрофогист. Свиток еще один нашли. Прекрасно, очень много свитков нашли, мне это радует. топор. Окей. Больше поушинов, больше свитков. А, у нас кидаются камними, а я тоже так могу, знаешь ли, между прочим. Что у нас там с третьим левелом? Близко? Ну, как сказать. Зато топоры уже второго уровня. То неплохо. Теперь читаем свитки. Все по очереди. Это был скролл страха. Свиток страха. Это свиток поджигания. Свиток с репортацией. Это свиток шума был. А это энчант вепен, то есть усилить оружие. Давайте энчантним наш топор. Так, и последний свиток. Это свиток идентификации. К сожалению, идентифицировать нечем. Вот это, кстати, косяк был. Я заюзал свиток идентификации, когда у меня не было предметов, которые я мог идентифицировать. Надо было придержать. Ты полегче с течением свитков, говорит некрофагист. Можешь выпасть Холи Ворот и ГГ с твоим сейвплеем. Все. Да, полный ГГ. Так, бьем тараканов. Убиваем тараканов. Джессика. Стоп, Джессика, кто такая? Давайте почитаем. Джессика это волшебница, у которой есть боль. Меня вообще не волнует. Замедло. Блинк и ускорение. Может бить по 5 урона. Ну, как бы замедло и их оставят. На самом деле самое вот такое, видимо, не опасное. Потому что боль нас не волнует. Поднимемся, пожалуй, на всякий случай. И все-таки так или иначе, несмотря на то, что Джессика не сильно страшна, на мой взгляд, я хочу, во-первых, для сейфа чуть-чуть побольше прокачаться, во-вторых, чуть лучше зачистить уровень, чтобы в случае чего можно было бы более безопасно бы с ней бороться, если что-то пойдет не так, и сбежать от нее попробовать. Насколько сложно выкатиться в этот ваш суп человеку со стороны? Ну, на самом деле сложно без шуток. То есть самый главный способ, как вкатиться в суп или выкатиться в суп, это смотреть, как играют другие, что делают другие. То есть перебрести какой-то опыт, потом самому попробовать. Потом, получив и свой собственный опыт, и имея некоторый опыт уже, посмотрев, как играют люди, это позволяет тебе чуть лучше понимать какие-то гайды, описания, информацию как-то впитывать. То есть это игра, в которой требуется очень много информации знать и частично чувствовать какие-то вещи инстинктивно. То есть когда ты видишь какого-то персонажа в какой-то ситуации, насколько он опасен быстро анализировать интуитивно вот эти вещи. В общем, я до сих пор не научился относительно хорошо этим заниматься. Вот, как видите, пытаюсь, продолжаю потихонечку. Настолько же сложно, как вкатиться в НРИ? Ну, в НРИ, возможно, полегче. Упс. Так. Трупы кругом, трупы, трупы, трупы. Ну, видимо, принимать Джессику будем. Видите, что? Джессика кастанула блинк. Как классно иметь топоры, когда ты топором можешь махать во все стороны одновременно вокруг себя. Я бил сейчас Джессику, но забил я сейчас, к сожалению, ящерку. Ну, и Джессику я тоже убил. В общем, всех убил. Один остался. Красота, за милишника весело играть до тех пор, правда, пока Сигмунда не встретим. Когда к нам выйдет навстречу Сигмунд Фрейд, то он нам расскажет все о наших скрытых проблемах психологических. Я так гидру бил, говорит, где пельменем, топором, радовался дамагу. Знаешь, в двух смыслах, но очень фраза радовался дамагу. Чьему дамагу? Стоголовый гидры? Ладно, хорошая шутка, мне понравилась. Правда, я думаю, это не шутка. Это суровая реальность. Блин, забыл, что можно кидать камни. Это плохая штука, когда ты что-то забываешь. Еееей, четвертый левел, ура! Ну вот, и перед нами появляется один, наверное, из самых страшных и опасных противников на первых уровнях. Это змея ядовитая. И для нас она не опасна, потому что основная проблема с ядовитой змеей это то, что она может отравить тебя, причем не слабо. А убить ее не так легко, потому что не уивейт, уклонение довольно высокое. Но, как бы, я думаю, мы справимся с ней. Видите, она сделала один кусь в нас, потом склеилась. Плюс, за Минотавра Файтера очень легко играть, говорит Ронакс. Ронакс. Первый раз именно за него прошел, а вот хатки для магии не знаю до сих пор. Да, за Файтера Минотавра очень легко играть, за Берсаркера тоже. Там, правда, нужно немножко чувствовать и не жадничать, как правильно прожимать заклинание, не заклинание, а белки трога. Чё-то я слишком разогнал, сейчас помру, наверное. Нет, не помер. Это не помер. Среди коммалейш, но прикольно. Щиты повыше стали. Так, забываю про камни. Ну-ну-ну, топором забить гидру, говорит Ллойд, изи, правда, только если тот зачарован на огонь. Да, если у тебя огнем прижигаются раны и головы не размножаются, то легко. Во всех остальных случаях чё-то как-то хреново дело будет, скорее всего. Опа, вихумет. Так, и огненные облака, да. Ну, как бы вот это вот кольцо, оно меня манит немножко. Подобрал кольцо. Стыренно. Не знаю, правда, что за кольцо. Наверное, оно как-то для мага будет полезно. Может быть, рингу в визарде какой-нибудь. Или визарде, если правильнее говорить, но такое. Оружие на плюс один свалишь гидру хоть топором, говорит некорфагист. Смотря за какого персонажа. Успеет ли она тебя захавать за эти удары топором, пока ты там своим топором неумело махаешь. Ну что, где все остальные свитки? Куда они делись? О, блин, рядом. Где нормальная бронь, где оружие? Может быть, здесь какой-нибудь мини-волт будет вот в этих лесах? алтарь неизвестного бога. Будем надеяться, это не газак. Угу, кольчужечка. А у нас пластинчатая броня, да? Она 6-10 имеет, а здесь 5-7. Да, кольчужка похуже. Тирианций. Тирианций, тирианций. Выглядит опасно, бьет 5 урона плюс его фальчион. Интересно, забьем мы тирианций или нет? Как думаете, господа, делайте ставки на то, забьем мы тирианций или лучше сваливать отсюда? А, была не была, забьем же, правильно ведь? Бей, говорит, некрофагист. Воистину. О, видите, как уходит легко. Халява. 5-й левел. Что у него было? У него был обычный фальчион. Нам фальчионы не нужны, зато нам очень пригодится накидка, что накидка поднимет нашу броню. Видите, сразу армор класс 7-й. Ништяк. И неизвестный свиток. Неизвестный свиток, это интересно. Это хорошо. Так, что еще у нас? Большой уровень тут вообще, смотрите. Вашли эксплот. Угу. Теперь прочитаем этот свиток. Энчант брони. Что будем энчантить? Я думаю, будем щит энчантить. Что щит явно мы будем носить еще долго. У нас шилдинга теперь 10. Классно. Только тактику не забивай. Не забывать тактику? В смысле, какую тактику надзомер? Что такое тактика? Ты же файтер, где и твой табовский дух? Ну, не знаю. временами он немножечко стыдливо бежит куда-то и прячется, как маленький испуганный мальчик. О, сияющие ботинки. Ура, слава ботинкам. Так, что это за ботинки мы узнаем позже. Надевать я их сейчас не буду, вдруг там проклятая хрень какая-нибудь, которая нас убьет к чертям. Такое возможно. Денжекрол, он славен, можно сказать, подобными различными неожиданными поворотами, когда ты находишь крутой предметик, но он тебя очень круто сворачивает в бараний рог. А можно быть мумией слаймового божества или сгниешь? По-моему, теперь можно, вроде бы. Или это про фетхасы было? А, нет, это про фетхасы было, это не про живу. Ботинки редко с минусами бывают. Надевай, не будь пустькой. Некрофагист, ну ты прям как, знаешь, как голос какого-то черта у меня в голове, который говорит, ладно, тебе все ништяк, вообще, давай, давай, давай. Окей, надеваю. Опа, это ботинки плюс два. Плюс два, чуваки! Синие модные ботиночки какие-то, вот, в общем, просто настоящий шик. Не зря надел. Плюс два, это отлично, потому что это броня, а броня, это всегда хорошо. Угу, светок страха подобрали. Мне бы светок идентификации колечко бы динфицировалось, вообще бы было бы отлично. Что мы видим? Какую-то зачарованную скейлмейлу, то есть у нас тоже же скейлмейл, правильно? И пока у нас нету свитка снятия проклятия, ну или, по крайней мере, пока мы его не знаем, я не буду надевать эту штуку. Бросание зелья во врага Урали полезны же в этом плане для муми они. Вот не факт, что тут можно бросать зелье сейчас, честно, не в курсе. По крайней мере, зелье, всякие дегенерации, говорят, бросать нельзя. В соседней игре есть амулет в стронгуляции, наделай все, говорит Александр Кот, в какой соседней игре в которой, ты о чем? Ботинки, говорит, некрофагист, редко находишь, максимально они могут быть зачарованы на минус 2, что с базовой броней будет давать минус 1 броне, так что не надевать их редко есть смысл, ну или тратить цветоконтификации в начале игры на них. Окей, очень ценная информация и звучит крайне логично. Самое главное, знать, какие возможности у тебя есть, то есть какие варианты тебя ждут, когда ты сделаешь то или иное действие. Самое важное вообще в игре, понимать свои варианты, вот, что тебя может ожидать в случае принятия того или иного решения. Так, а еще мы видим броньку Бейз Армор В8 имеющего. Это лучше. И она, судя по всему, не должна быть проклятой, да? Ведь проклятые броньки теперь отображаются как типа энчантнутые исключительно, а обычные броньки не могут быть проклятые. Я же правильно понимаю? Да чтоб тебя, ну сдохни уже, наконец. Попробуем, проверим эту броньку. Да, это плюс 0 кольчушка. У нас вместо 11 Армор Класса теперь 13, вместо 7 Вейжена 5, то есть Вейжен снизился, но Армор Класс повысился. Армор Класс в целом гораздо более универсальная защита, она дает больше пользы, нежели чем Вейжен. Да, в целом можно так или иначе суммировать Армор Класс и Вейжен свой и смотреть насколько ты поменял одно на другое на что. О, кстати, колечко, которое позволяет видеть невидимое. У нас же нет возможности видеть невидимое, поэтому это круто. Бросаем Скейл Мэл, выбрасываем. Обычная бронь, некрофагист, бывает проклятая. Серьезно. А я так надеялся, что жизнь стала проще, но нет, как видите, недостаточно казуалили еще должен кролл. В Бероне 3D Рогаля, говорит Александр Кот. Странгуляция это удушение и да, он проклятый всегда. О как. Какие уже у тебя офигенные стримы, говорит Аронекс. Больше не могу терпеть, бросаю дела, запускаю Кровлю. Правильно, Кровля вообще шикарная вещь. Как минимум раз там в несколько месяцев в нее тянет вернуться даже, если ты до этого наиграл там на все 15 рун по полной. Что Кровля? О, Свиток Определения. Второе кольцо изнисифицируем, как думаете? Я думаю, да. Кольцо стелса, ну, такое себе. Как бы можно надеть, но оно нам не сильно будет полезно. В любом случае, оно, по крайней мере, не проклятое, его можно будет снять. Так, вот это вот реально очень плохо. Это было прямо очень плохо. Я в состоянии, сейчас меня убьют. Самое худшее, что они поменялись местами. Фир, что ли, заюзать? Сетку кидаю. Оно в радиусе, понимаете, вот эта штука, она в радиусе действия смайтит меня. Вот эта штука в радиусе видимости, просто в радиусе видимости тупо бьет. И радиус тут у него тоже очень большой. резист к негативной энергии. Не ссы, просто убегай. Смайт это не негативная энергия. Видите, меня за один удар за один пробило на 11. Смайт и не такие же страшные, говорит Unreal QV. давайте проверим. Жесть, какая-то на 13 пробило. 7-17 урона, говорит, Control Tower 88. Не такие уж и страшные, ну да. Надо было телепорт качать, о, кастовать уже бы давно. Либо же Фир. Как далеко Фир подействует, и подействует ли он на них, вот вопрос. Наверное, должен Фир задействовать. Я, ну, мой Фир должен на них подействовать. Смайт и не такие уж и страшные, говорит Ангакалат. Это последние слова большинства персонажей в Dungeon Crawl. Воистину так. Смайт откровенная дичь. Хоп, тебя за три хода уработали, ты ничего сделать не смог. Ты мог еще второй раз кинуть сетку, чтобы тебя зеленый не увидел. Это нужно переключиться на сетку, кинуть ее, такие дела, ну да. Фир, конечно, сработает, говорит, некрофагист, но эти свитки очень в лейре помогут. Че, телепорты, молимся. Хорошо, дело пошло, телепортировались, ништяк. Живем, катаны. Живем. Хотя для мумии это очень спорное утверждение, мумия уже немножко неживая, но... все же... все же... щемимся в сторону лестницы на всякий случай. давайте-ка сюда сходим. Давайте-ка сюда сходим. Вообще курсор не видно вообще. В чем проблема? Я не вижу курсора вообще. Вот на карте не видно, нигде не видно. Это че, какая-то настройка новая такая, что оно скрывает курсор или что? я по карте не могу переместиться. Вот так вот что ли теперь делать нужно? О, энчант армора. Прекрасно. Снегаем, говорят, секунду, я курсор твой вижу. Какой ты курсор видишь? Который? А-а-а! ОБС захватывает курсор, а в игре у меня реально курсор не виден. Представляете? Я могу смотреть, например, в ОБС, в захват экрана. Хе-хе, вы его видите? А я его не вижу. Чудеса просто. Ну вообще... Что творится, а? Так, неизвестные свитки, окей. О, подъем выше. Ну и нам назад надо возвращаться, по идее. Как думаете? Осторожненько, если то нормально. Сейчас только что чуть не померли, но в следующий раз все будет норм. А-а-а, ее можно и так даже использовать. То есть ее можно кидать даже без того, чтобы ее в слот для кидания отправить. Курсор с эффектом суслика. Да-да-да. Меня, знаете, что немножко смущает? То, что я иду, наверное, смерть. Это вообще просто дичь какая-то. Да, и зачем ты это делаешь? А-а-а, во-вторых... 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 Во-вторых, я могу просто спокойно пойти на следующий уровень и забить на это. Мне не обязательно это делать. Опасная ситуация, но Таб О решает. Почему? Во-первых, опасная ситуация, потому что... Так, у нас шестой уровень сначала, левелапнем. Посмотрим на него. У него есть возможность кастовать... Так, Magic Dart, Haste, Low Blink, Contrib, Haste, True Flame. У него нет конфьюжена, что ли? У них вроде бы есть вариант с конфьюженом. Вот эти орки визарды имеют какой-то вариант, по-моему, третий это вариант. Видимо, мы исключили его за счет того, что он кастанул какой-то один из навыков и какое-то заклинание, которое отсутствует в этом третьем варианте. Но есть вариант с конфьюженом. Вам может попасться орк с конфьюженом, который на вас его скастует, вас законфьюзит, а вы рядом с орком-смайтером с престом находитесь, мюр работал. То есть это вообще гарантированный билет на тот свет. Фух. Пронесло. Он хаск остановил. Ну да. Орки давно уже стали изи, говорит, где пельмени. Ну, это, конечно, все так говорят, а потом помирают вдруг внезапно опять от орка очередного. Че у нас здесь? Обычный варакс? Обычный. Поехали вниз. Но только перед этим надо бы свиток прочитать. Даже не один. Свиток амнезии. Нечего забывать у нас. И последний свиток это свиток снятия проклятия. Окей. Теперь мы знаем, как он выглядит хотя бы. Ага. И джип. Чем опасен и джип? Ну, во-первых, может он использовать в ванды. Вроде бы. Потом. Может призывать демонов, да, по-моему? Нет. Или это не он? В общем, я на всякий случай отступлю. Буду на лестнице сражаться. Так. Да, он реально ванду использует. Фух, забили. Ванда у него, к сожалению, кончилась. А эта штука 8.15 тоже самое, что надета у нас. Да? Да. Затабына. И джипа в спринте, говорит, Unreal QV. Кидают против перса первого уровня. Да, спринт звучит очень страшно. И джип не страшен. Ну, вот он страшен тем, что у него может быть какая-нибудь опасная ванда. Если у него, например, ванда кислоты, как думаете, страшен и джип или нет? Вот честно. Я думаю, очень страшен. Эдмунд. Привет, Эдмунд. Как дела? Здоровый, чувак. Extremely dangerous. Да, flare of protection. Of protection. Так. У него хорошая защита, так что фиг пробьешь. Я думаю, мы спустимся на этот уровень где-нибудь в другом месте. Не хочу я с ним сейчас сражаться. Я даже закрою этот спуск. Пойду в другой. Телепорт. Ништяк. Remove curse. Тоже классно. Давайте протестим вот эту вот кольчужку. резисты от огня. Слушайте. А круто. Круто. Звучит резисты от огня. А что у нас, если посмотреть на наши резисты... Так, где они, кстати? Скорее, не помню уже на какую кнопку это все. На какую кнопку у нас наше описание персонажа? Напомните мне хутки, пожалуйста. А, вот. Да, точно. Shift с пятерочкой. У нас есть резист к холоду, но у нас отрицательный резист к огню. И отрицательные резисты гораздо хуже положительных резистов. Так что... Что-то у меня есть такое чувство, что вот походить в этой штуке было бы, наверное, неплохо бы. В чем тут нашли? Алтарь о Шинзаре. Ага, и Наташа. Привет, Наташа. Наташа чем страшна? У нее есть замедление, призыв импов. Наташа сдохла, в общем. У нее, на самом деле, как у кошки, несколько жизней. И мы ее потом опять встретим. Но это будет потом. Это не сейчас. Отрицательные гораздо хуже положительных. Капитан. Ну да. Нет, имеется в виду тот эффект, который они дают заметно выше, чем тот эффект, который дают положительные. Положительные, когда дают эффект резистов, это хорошо. Но когда негативные дают отрицательные резисты, это очень плохо. Это просто пипец, как плохо. Привет, Наташа, мы тебя уронили. Уронили Наташу, да. Кому молиться планируешь? Газагу. Очень хочется Газага найти. Прямо, знаете, в немоготу. Ух ты, сколько их тут. Чем он там кидается? А, он гоблинами в нас кидается. Слушай, давайте пойдем отсюда. Мне кажется, что... Что лучше, понадежнее, по сейфове поиграть. Именно поэтому я встал на пустой местности перед телепортом. Пусть с них снесется вот этот вот... Пройдет этот баф. Это баф на силу. И он увеличивает дамаг, который по нам может пройти. Причем не слабо. Вот он начал проходить, этот баф. его заново в нас кастанули. Ну, не в нас, соответственно. В гоблина в кастанули, конечно же, баф. Но в нас бросили гоблином с кастанутым бафом. У него часто может быть шлем. Да? У него есть шлем. У него есть шкур животного и шлем. Шлем это хорошо. Шлем это плюс дополнительная броня. Видите? Красота. Ой. И слинга. Слингу возьмем. Потому что мы, может быть, найдем пули для слинги. Да. На Д1 есть. Поехали. Заберем их. Можно будет переключаться на эти пули. Хотя, надо в амуницию взять тогда. Не, мы не можем их вернуть. Вот. Спустились с нового спуска. Гоблина в своих лучших традициях буквально давит числом. Так и есть, да? Для мумии норм. Трупы на мясо не нужны, говорит некрофагист. И под конец игры с таким имбегиром можно закончить. Это что, норм? Оп, а вот это вот реально опасные ребята. Гнолы еще одна гроза персонажей низкого уровня. То есть, на низких уровнях они действительно очень большой урон наносят своими алебардами. С ними нужно быть максимально осторожными. давайте посмотрим, как дела пойдут. Ну, конечно, в первую очередь они опасны для персонажей, которые хрупкие, у которых нету брони, у которых нету нормальной защиты, нормальной защиты. но даже нас, видите, пробивают где-то на треть за удар. Так что стоит быть осторожными. Газа, где же ты? Ищу тебя. Минкаура! Что-то какая-то жесть. А, не, здесь все нормально. Минкаура, хоть она, конечно, и быстро, убыстрить себя может. Но can hit for up to 25 damage. Да, символ торминта и боль нас не сильно страшат, а вот 25 урона это дичь. И нас поджимают. огра появился рядом. Да вы шутите просто. Хорошо, что этот гнол немножечко преграждает им путь. Вы знаете, я бы лучше один на один с гнолом остался, нежели чем с Минкаурой и огром. Огр тоже, конечно, может вдарить только так. Мам, не горюй. Мне показалось гореть снегами или много именных стало. Ты знаешь, достаточно нормально, в пределах нормального. Смотрел ли ты аниме убийцы гоблинов? Я начало смотрел, а потом что-то оно скатилось в очередной стандартный сикай, и решил да ну нафиг. Я уж думаю Элдмант замочить наверное не так страшно как с да нет, хотя у него тоже наверное урон просто не слабый будет. Зин. Привет Зина. Зина из шестого магазина. Седьмой левел. Свет кинентификации во. Ванда про Лича. Хоть какая-то Ванда у нас появилась. Это наша первая Ванда. Левай с уровня. Да, текать надо по идее. Аниме фигня манга лучше. Да, я еще и мангу тоже пробовал читать. Так, у нас есть кольцо. Можно теперь вместо кольца стелса попробовать надеть вот это. Это кольцо визардри. Кольцо стелса и то наверное будет лучше для нас сейчас. А вот и Наташа Огненный имп конечно опасно Давайте поосторожнее походим все-таки Где-то здесь ходят и Минкавра и Огр Сейчас по отдельности бы поубивать вообще шикарно было бы. Опять Наташа третий раз между прочим вот а наконец-то мы ее убиваем по полной ее дух наконец-то был отправлен на покой написан у нас в логе сообщений и мы получаем от нее палочку флейма огня тоже хорошая палочка наверное для нас с учетом того что у нас никаких нет можешь хотя бы вкратце рассказывать про богов алтари которых встречаешь а то для не знающего вроде меня что Зин что Газак что Бьерн все одинаковые да скелетон ты прав на самом деле вот Ашинзарь это бог проклятий он любит когда ты надеваешь проклятые предметы и проклинает твои предметы и когда ты исследуешь мир одетый в эти проклятые предметы за это он тебе дает дополнительные прибавки к навыкам по-моему насколько я помню ну и что-то возможно еще такое Зин это такое светлое божество всяких позитивных таких божество лечения насколько я помню вроде бы Зин дает разные хилки напомните мне я прав вообще ура забили легко и непринужденно так Минкаура будем ли мы тебя бить а то ладно Редактор субтитров Корректор А.Егорова